Добрый вечер! Ну не утро, как всегда. И сегодня у нас в гостях кто вот это? А это мой братишка, который стал конечно бывать немножко реже. Вот он залез куда. Надо было засадить, как местный бамбук у тебя растет. Так в планах было, я вроде когда-то и говорил, что мы порежем те... Какие веточки мне нытят, они хорошо растут? Да, тут есть некоторые, которые внутри там и плохо растут в сторону. Тебе их надо туда и туда. Разрезать вот так и здесь колышками позабивать. А может ты бамбук лучше купишь? Витя мне уже бамбук три года городит. Есть какой-то борозостойкий? Есть! Он мне и показывал в интернете, что есть. Можно бамбук. Говорю, хочешь купи один, мы посадим и потом увидим. Нет, смотри как верхушка хорошо. Это же ты их обрезал сверху? Конечно, я же вот это все подрезаю. Ты же видишь? Нет, так верхушку ты тоже обрезал, что она так растет? Все верхушки, ты же видишь, оно как зонтиками пошло. Как пальма, да? Да, мы делаем, чтобы она была такая кучерявая. Потому что вырастала слишком высоко и нам закрывает полностью озеро, вид. Поэтому я вот так подрезаю и она будет пышная. А вот эту надо прочистить. Действительно, мы уже два года говорим, что надо побивать колышки. Вот так где-то высоты, а потом их подстригать и тут будет живая изгородь. Ну, с вербы не получится, потому что с ней будет тяжело бороться. Почему бороться? Два раза спокойно я подрежу. Я вот эту тоже. Нет, но они же потом станут потолще вот эти. И что? И ты потом будешь вот такие подрезать уже, да? Нет, если я верхушку отрезал, оно отпускает же мелкие, видишь? Мелочь. Столбур-то толще. Так пускай, но он же останется на высоте, которую я поставил и подрезал. Вот, я же уже вот эту обрезаю вроде третий раз. И вот она у нас будет такая пышная, но не высокая. Хотя за лето оно где-то на метр выпускает туда вверх. И потом, когда здесь лед, я же иначе не подрежу. Я туда ставлю лестницу и это все дело в верхушке опять подстригаю. И видите, уже какая пышная. Так что у нас будет верба не высокая, а будет куст. И вот это, да, и вот это мы все сделаем. Вон наша. Ну лучше пальму. Пальму, бамбук. Да, пальму было бы хорошо. Нет, нет, нет. Пальмы не растут даже в Крыму. Если нормально. Вот так. Витя, вы видишь пальму, которая 30 градусов мороза выдерживает? Нет, я говорю на ютубе. Смотришь видео, у человека пальма перезимовала. Второй год перезимовала. Потом смотришь еще видео. Что получается? Он снимает видео, как пальма сгнила. Замерзла и сгнила. Понятно. Ну и как всегда, когда у нас Виктор приезжает, мы что делаем? А делаем мясо. Шашлык. Ну не шашлык, а барбекю на решетке, как обычно. Удобнее, чем с этими шампурами. Но иногда делаем и шашлык. Но в основном мы на решетке делаем. И вот уже догорают наши. Выбрали дрова не такие, как то я использую буквально штучки 3-4, чтобы распалить. Потому что то обрезки со старого. А для шашлыка уже бросаем то, что... Остатки фруктовых деревьев. Да, да. Остатки. И остатки уже закончились. Либо надо покупать угли, либо надо идти... Вот туда у нас есть нетронутый, как говорится, реликтовый лес, как я говорил раньше во влогах. И там много сухого. И ветки уже обломаны есть. И можно взять бензопилу, порезать. Но надо время. Я тут стройкой занимаюсь. Катаюсь туда-сюда по делам и так далее. Ну сделаем. Так что фруктовые у нас будут. А пока... Ну где-то через полчасика, минут через сорок будут угольки. И... Отдохнем немножко. Конечно. Вот так. Тебя называли Гордоном. А что это за Гордон в властях у папы Шапелька, да? Лучше этим. Кем? Кем? Лучше быть похожим на Безоса. Самое лучшее надо быть похожим на себя. Вот так. Не, ну конечно. И он похож на Виктора. Вот это Виктор. Мой родной брат. Вот так. Ну все. Еще мы чуть покажу. Ну застолье мы не показываем, вы же знаете. Доброе утро. Уже проснулись. Вот. Чай, кофе попили. И... Мы наверное сегодня сделаем одно дело. Правда сегодня воскресенье. Но все равно. Наконец-то дошло время до ветряка. Придумали куда его поставить. Так что... Мы с Виктором понесем. А Вита будет снимать. Я главный оператор. Да. Главный оператор. Вот. Вот этот ветряк. Сейчас мы снимем ему этот пропеллер. И понесем. Он немножко тяжеленький. И нашли там возле дерева будет. Ну все. Давай. Я сейчас откручу. Уверен, что там он ровно станет. Здрасте. Кто же тебе сказал, что он ровно станет. Мы сначала определим место. А потом надо будет подровнять. И подложить. Я принесу штук шесть кирпичей. Сделаем площадку. Вот. Да и все. Не загубишь детали. Вот так. Так. Эту мы принесем. Вот так. Так а что же так. Я специально еще не клеил его. Потому что мы не определились. А потом надо на ПВА будет посадить. Так. Дружно взяли. Сейчас я. Вот эти штук. Карманчик. Да что ж карманчик. Я и сюда пока назад. Вот так. Чтобы она не потерялась. Все. Готов? Да. Поехали. Поехали. Ухали. 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 Не спиткните там аккуратно. Вверх-вверх. Ухали. 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 Пока оставь. Только разворачиваем его сюда. Я сейчас принесу лопасти. Мы сейчас посмотрим куда его. Сюда чуть туда. Не. Но я хотела вот сюда под деревом. Так подожди. Я принесу. Ты отойдешь со стороны. Посмотришь. Я приблизно так подумала. Что? Ему хорошо будет вот тут под этим деревом. Да? Ну давай. Давай. Может повернуть надо? Не. Ближе до дерева. Сколько хватит лопастей? Ну да. Ну ты подожди. Принесу. Пиши. Ну теперь отходи. Я буду чуть его воротить. О. Хорошо. Вот так? Да. Ну хочешь иди подивись сам. Витя, поднимай. Та не важно криво. Зараз не это. Не стільки сутево. Дивись. Пойде? Чи ні? Та я не знаю. А ты где думал? Ну он хотел, чтобы тут прямо перед деревом. Может и перед деревом. Ну поставьте перед деревом. Сюда ось на площадку. А ну давай. А ну давай. А ну давай. Типа потерялся наверное. Ну конечно потерялся. Вот так оно. Ну ты знаешь, надо чтоб око привыкло. Ну конечно. Можешь под углом поставить. Может оно будет тратить. Ну о да. Точно Коль. Да. Тому що воно якось втрачається. Вот так да. Вот так да. Угу. Все. Точно. Я пошел за лопатой. А зачем тобі лопата? Ну а поровнять же ж надо. А я думала ти просто цеглу поставиш. З одного боку більше, з одного менше. Вирівняешься. Ну надо ж подровнять, а потом уже цеглу. Та я не хотела, чтобы ты там ями там полупал. Здрасте. Какая там была яма? Ну и сам встань. Подивись, подивись. А зачем ты блин повернул? Ну поставь же как было. Свеча де свій варіант. Ну так. Пішов за лопатою, то иди за лопатою. Ага. Ну диви, нормально будет так. Под углом вот так будет нормально, наверное. Я нозванём. Гускамль петки, я преобstore и танёш location. Пошла дну diabetes гуляно. Черна назад у Пошла дна медный петух. Раз мнома се, οι механый сладостники, Пошла. Шога де выкатся частот. Баш recovery. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот так, а мы поехали Да, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»